здесь я сейчас буду представлять проект который называется трехмерное решение и по этому проекту я бы хотел получить во первых экспертную экспертную поддержку и идейную поддержку проект вытекает из моей мечты вообще моя мечта и такое внутреннее такое ощущение об этом сложно говорить но я постараюсь то есть это тот кайф когда ты что-то делаешь это кому-то становится полезным и если это становится еще и полезным тебе а если ты еще из этого там получать какие-то там иногда нужные деньги или что-то вот вот этот вот кайф и есть вот это желание что то сделать иногда просто что это просто так но на кому-то стало полезно вот это моя мечта делать такие проекты которые были бы полезны людям вот и у меня есть один проект который я сделал но он еще пока не принес пользу а я бы хотел чтобы он был полезен проект заключается в следующем он такой техникоэкономический но я все постараюсь рассказать очень 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 просто на любом из предприятий есть люди которые принимают решения перед заключением договора перед формированием стратегии развития предприятия но так или иначе есть человек или группа лиц вот я его нарисую формате назовем его лицо принимающее решение вот всегда любой ну то есть он принимает решение по какому-то проекту либо это проект по развитию предприятия либо это проект договора с какой-то организацией о там сотрудничеству будь то это инвестиционный какой-то проект в любом случае ну есть лицо принимающее решение и он принимает решение по поводу какого-то проект у нас есть проект формирует вот как черный ящик проект человек взаимодействует ну то есть чтобы принять решение по этому проекту человек должен знать его характеристики основными вот характеристиками проекта и всем это известно являются срок стоимость и качество то есть это три такие кита срок стоимость и как то вот так сложилось не знаю почему но вот так сложилось что если мы говорим о высоком качестве в короткий срок то явно мы будем вести речь высоко стоит высокой стоимостью и то есть как правило принимая решение по поводу какого-то проекта два показателя уже заданы ну так так получается а третье является вытекающим вот такая вот объективная реальность как бы ни было но это так вот и вот лицо принимающее решение рассматривая какой-то проект чтобы там подписать договор или там сделать какой-то приказ да он вот эти вот показатели оценивает и принимать решение но так часто получается что человек не может вот он должен принять решение сейчас в данный момент времени а оценить их данный момент времени является проблематичным принять хорошее решение как правило то там отложат то там еще что-то вот и мною разработана такая штука я ее назвал трехмерная экономическая модель вообще это так скажем модель которая два показателя задаются один является вытекающим и я просто для примера покажу то есть что что это из себя представляет то есть где-то может выше или ниже будет лучше вообще я ее понятно рассказываю слабо понятно давай закончим потом то есть чтобы ну вот это такая моделька один из проектов то есть вот мы задавали какая цена будет на продукты какой объем мы будем продавать да и по итогу у нас получалось ну там рентабельность предприятия вот это рентабельность это у нас результативный показатель да а два мы задавали вот такая модель связывающая вот эти все три показателя в один из них является вытекающим ну то есть то по поводу чего нам стоит вот и либо допустим идут переговоры двух директоров предприятий они торгуются как правило по этим вещам вот смотри приходит исполнитель проекта к заказчику заказчик ему говорит он слушай мне нужно в срок до такого то потому что у меня иначе тюрьма и вот за такие деньги вот хочешь не хочешь мне нужно делать ну все вот этим игре не можем ну давай тогда будем разговаривать что ты получишь вот за этот срок вот эти деньги вот давай будем разговаривать и вот этот вот является вытекающим эти два являются первоочередными вот такой здесь модель а мне вообще что мне что мне по итогу вопрос вот то что я вам сейчас рассказал на ваш взгляд для лиц принимающих решения может ли это быть полезно в каком ключе может быть это полезно не совсем ли это бред что я здесь рассказываю то есть у меня вот такие три вопроса и если ну так скажем здесь есть какой-то смысл да вот в том что я сейчас сказал да то мне было бы интересно услышать идеи как бы это можно было сделать чтобы ну какие шаги дальше сделать вот и еще вспомнил пока вспомнил в копилку терема мудрая мысль где-то вычитал чтобы мечты становились реальностью нужно чтобы мысли становились действиями вот у меня сейчас есть мысли я хочу чтобы они стали действиями чтобы это кому-то было полезно поэтому я вот сейчас что мне делать вот моя мысль я о ней рассказал я сделал первый шаг рассказал я бы хотел узнать а вот так получается что выбрав какой-то объем это объем поставки мы поговорим говоря да а это цена ну точнее наценка к себестоимости вот и у нас вот есть три вот эти цвета вот это все что ниже рентабельности нам вот если мы вот возьмем там вот такой объем да и наценку 20 процентов мы однозначно будем работать с отрицательной рентабельности вот как вы крути ну проигрыш на это дело а мы пришли к нему и говорим вот блин вот он говорит вот какой-то объем при этом какая наценка будет и смотрим что наценка такая нам явно будет не эффективной мы сразу видим что это отрицательная зона рентабельность и такой договор нельзя подписан вот это модель конкретного предприятия сама не в том что это компьютерная программа да это компьютерная программа это компьютерная программа которую ты написал да это компьютерная программа которая то есть у нас есть грубо говоря давайте так нарисуем у нас вот есть программа вот она есть окошко года двух показателей да и по итогу получается 3 вот здесь вот 3 показать вот смотрите у вас есть сейчас два программистов вы точнее вы решили открыть фирму которая будет заниматься написанием сайт я понимаю что пишу это будет срок через сколько сайт появится второе это будет стоимость до который нужно заплатить чтобы этот сайт появился тем самым программе и греть на это качество ну то есть качество этого сайта вот три параметра я правильно понимаю три параметра которые можно заводить в программу посмотрите давайте тогда определимся у нас вот у вас есть какая-то сумма денег да нарисуем рубль у вас есть сумма денег вы вот приходите да у меня есть столько денег да при этом вы знаете что хотите от сайта да ну какой сайт будет каких-то точнее его характеристика да либо допустим у вас есть я говорю тогда у нас такая ситуация у вас есть 500 рублей и вам в течение трех месяцев что-то хочется за вот эти вот деньги вот есть у меня сегодня 500 рублей я хочу что там через три месяца у меня что-то было да сюда 33 месяца вы пришли прогресс к компании которая делает эти продукты у него есть вот эта модель у него там оплата труда аренды компьютеры там лицензии и прочее здесь все забит вы ему сказали вот это вот это я хочу он говорит ну по итогу вы получите вот такой царь не больше то есть у него будет три окна при этом там каких-то там движение на первые страницы ой на первые рейтинге в поисковике вы речь быть не может вот только вот это вот это вот это вот твои программа где поможет здесь вот в данном случае эта программа будет программист полезно ну так скажем организации которая занимается программированием она будет полезной если он возьмет эту программу заранее заложит в нее все свои затраты а то есть таким образом пользу этой программой когда к нему приходит заказать сайт я хочу вот такие деньги за такие деньги посмотрел я могу сделать вот это да и вот тогда твоя программа помогает вот это вот сделать вот это помогает вот посчитать да правильно правильно то есть какие-то шаблоны должны быть заложены затраты затраты я понимаю что это затраты мне кстати идея очень хорошая насколько я вы честно послышу если говорить при сфотах сайта с затратами понятно что я уже занимаюсь сам сайтом а я занимаюсь это штука не просто на проект проект она очень широкая но у тебя проекты там где идет производство то есть там где идут затраты так и есть затраты или проект в котором совершаются действия которых есть там постоянные затраты косвенные затраты но точнее даже может быть больше постоянный затраты нет дениса ты совершенно прав смотри идет ты создаешь фирму которая будет программировать сайт да у тебя есть вот он коэффициент загрузки сколько вот у тебя есть пять программистов до чтобы их загрузить нужно чтобы они столько-то сайтов в месяц писали при этом у тебя есть аренда то есть у тебя есть переменные издержки да на оплату тут ну там скажем на оплату сдельной части потом на и то есть либо нам один сайт закажут а я пять человек содержу либо это вот эти постоянные сдержки раскидаются либо один сайт и цена соответственно выскочит даст это сносит то есть вот это вот здесь учтено здесь учтены постоянные переменные здесь здесь они они формируют себе стоимость вот я понимаю что где-то есть фишка когда чувствуешь что она есть а я не могу разницы здесь три показателя они сразу сведены вместе то есть еще раз три показателя качество оцифровывается то есть еще раз это всегда срок это всегда время один из показателей и у нас быть не время вот можно я тогда у меня есть пять сорок я давайте минуту расскажу о том что у меня здесь было вот эта модель создавая это создавалась группа которая будет заниматься диагностикой там электрических машин вот мы собираем покупаем приборы собираем это то есть мы ряд к вложении делаем на и мы собрались что-то делать то есть вот что у нас здесь есть у нас вот три показателя виниста то о чем ты спрашивал то есть вот мы оценили что чтобы нам это было эффективно работать да ну нужна вот такая вот загрузка а иначе хорошо скажи можно всем скажу одна из главных проблем когда ты находишься в состоянии своей ценности это как раз ее вывести в логический язык потому что ты живешь чувствами внутри все понятно да и это все понятно да вытащить это чувство в логику понятную другому человеку это очень сложно поэтому вот клуб для этого так что у тебя все в порядке это человек горит но чем-то таким своим пока немножко ну в смысле не всем да это может быть до конца понятно так что нормально можно я простой пример приведу вот вообще простейший я покупаю машину чтобы таксовать вот смотрите то есть я по машину отдаю 600 тысяч чтобы купить там логан плачу там 300 за лицензию и у меня соответственно может быть либо два клиента в день либо 20 это ну понятно да то есть либо два либо 20 ну физически вот так вот я посчитал среднем на одного клиента то есть это 20 это вот на сто процентов я загружу постоянно мотаюсь то есть теперь что вот это вот это вот при этом смотрите когда я я взял кредит на эту машину то есть я считаться я должен за нее рассчитаться соответственно я буду за нее рассчитываться что возя одного клиента что 20 мне в любом случае за кредит нужно рассчитываться логично то есть мне в любом случае нужно за рассчитываться да соответственно за счет вводить систему будет что-то стоимость машины или еще что нет здесь какой-то стоимость таксисту вот давайте смотрите как программа поможет таксисту да при этом я хочу что-то от купив машину я хочу что-то с этого иметь иметь какую-то рентабельность хочу я я для этого все делаю то есть соответственно соответственно у меня теперь вопрос будет у меня один клиент или будет у меня их 20 но я должен четко понимать деньги я буду отбивать под расчет того что я ему скажу ты за проект не должен 200 рублей я тебя увез с кировского времени то есть вот это вот сюда чем программа поможет определить стоимость да вот допустим таксист сколько он должен брать сколько я должен взять клиента вот сегодня у меня в среднем в день получилось что там 5 клиентов и завтра 5 соответственно я посмотрел сегодня завтра послезавтра у меня по пять клиентов да я должен брать с него такую-то сумму чтобы быть желаемой зоне прибыльности иначе я буду работать и буду если возить их не по 250 рублей а по 100 я буду вот в этой красной зоне не будет не эффективно работать просто немножко мудрёно немножко мудрёно но с другой стороны зато должна должна помочь кирилл может быть параметр качества который вот третья строчка может его назвать как-нибудь по-другому что к нам было понятно потому что без того что прозвучало у меня такое ощущение что с другой стороны есть ощущение что с автомобилем и таксистом это как-то работа может это не качество какой-то новый параметр я просто такой классический пример привел до стоимость срок качества да это могут быть три любых для предпринимателя что еще может быть но смотрите для таксиста число клиентов в день сколько хочу получить и занимаясь этим видом бизнеса какую цену должен поставить это такой счетчик у него вот если я сегодня завтра вожу по 10 клиентов в день я с них должен брать такую-то сумму как-то с расходами связано по моему нет вот третий параметр он даже себя и наоборот в этот момент может посчитать то есть он говорит что моя машина стоит столько-то я буду брать за проезд 150 рублей он говорит дорогой тогда тебе нужно возить 300 человек в день он такой блин порвусь да он такой ну так ну и играться можно наоборот то есть в этом да вся прелесть то есть пересчет может быть наоборот то есть если я купил машину отдал за нее там мерседес какой-то купил там за полтора миллиона рублей и вожу при этом одного клиента всего ну при этом вот хоть убей я хочу получать с этого что-то да вот у меня должна быть рентабельность у меня клиент должен платить там по двадцать по тридцать тысяч за одну поездку а иначе не будет то есть желаемое приеме а как у вас это идейную поддержку? да идейную поддержку или критику да ну уже у меня время закончилось а что для тебя вот важнее всего вот все-таки как вот то что ты хотел вот выступление свое мне очень хочется знать чем вот это может может ли быть это чем-то полезно предпринимателям или не может вот ты когда начал говорить про предпринимателей можно? да ничего не слова не а предпринимателей про собственников я просто подчеркиваю я уверена что собственники обычно люди очень умны ну как правило да и очень фактически подкованы они прекрасно умеют вот это вот примерно там в нужных программах делать сами в том же их саде ну близко к этому если собственник не умеет у меня конечно вопрос там на собственнике если честно а вот конкретно как раз тем кто часто либо те кто часто то есть это не до собственник к программам тем более если то два вопроса либо он офигенно подкованный технически и ему нафиг не нужно сам посчитать второй вариант он чайник который вообще не шарит ни в чем этом и тогда он даже пользоваться не будет потому что она его напугает поэтому тут больше не до собственников а для тех а кто постоянно общается с клиентами ну грубо говоря тех же вот заботчики сайта когда ты показываешь что-то для себя и ты показываешь что-то про то есть ты хорошо ее знаешь Вбиваешь все туда, куда надо, правильно зная, что это рассчитается потом по правильной форме и показываешь. Либо там, ну не знаю, я в нашей компании видел какой-то отдел маркетинга, которому босс ставит задачи, а они говорят, дорогой наш босс, вот эти бюджеты, которые ты нам ограничил, мы можем сделать вот это, вот это, вот это, вот это. Но это больше не для убедения собственников, но не для использования собственников, на мой взгляд. Они не будут, они не будут заморачиваться вбиванием огромного количества информации, которую еще нужно просчитать предварительно. Это, а второе, когда про таксистов и про остальное, ну, в обратную сторону. То есть, если она, опять же, что-то все, я могу сама посчитать прекрасно, да. То есть, возможно, стоит обратить внимание, что ее как раз нужно людям, которые, там, те же таксисты, домохозяйки, которым нужны домашний бюджет какой-то. Блондинки, да. Ну, таким, ну, сейчас совсем молодинкам, те, кто не хотят заморачиваться с какими-то просчетами и домами. Рукодельники, где-то, там, рукодельники, там, рукодельники, которые... там, что-то есть, есть, там, зерно и, вот, как бы, есть, там, что-то, что-то, вот, такое интересное. Оно все время как-то ускальзывает, ну, оно все время ускальзывает. И, я правильно понял, что у тебя, вот, основной вопрос – это кто твой клиент на эту программу? то есть кто твой клиент на аудитории то есть и эта программа написанная она в чем в excel это excel это excel а перевод в html и перевод это в сайты нет проблем нужно понять для кого это перевод сделать вообще проблемы нет это однозначно это очень довольно таки все сверхестественно здесь ничего нет у меня была у самого такая мысль последнее время меня такое ощущение когда я вспомнил что было докладывать когда готовит у меня было ощущение что целевой аудитории я не знаю ваше мнение хотел бы спросить целевой аудитории являются те может быть и инжиниринговые организации может быть те делать расчеты аудиторские фирмы или те фирмы которые там бизнес модель корректируют бизнес модель предприятий то кто хорошо в этих параметрах понимает да ему нужно чик чик раз и вот вы поэтому плохо живете потому что если ты наименование параметра тоже сам даешь может быть идея зайти через математическую форму если ты покажешь собственно говоря в чем математическая формула это как это происходит человеку который понимает марка всегда будет понятно то есть сейчас вот это то что делать программе если это excel это таблицы и это математическая формула их которая собирает вот вот в этом то что ты то 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 будет понятно тогда как что такое 3 что такое 3 параметра вообще не понятно ваш башка например все время я пытался вспомнить курс школьной физики вот это вот формула там где силы ускорение масса в одной форме так и не вспомнил но вот ассоциация очень жесткая ты хочешь на клиента ты хочешь сделать это комиссий продуктом ну то есть то что можно продавать и то что люди будут покупать тогда там еще возникает сразу еще такая куча 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 вопросов после маленькой тележка еще вопросов относительно того как упаковать как сделать будет продукт как защитить потому что только ты покажешь идею и подказываешь формулу это уже этого не твое любой человек это может сделать тогда ты тогда как бы на твоя мотивация в чем а как бы переду показать ребята смотри какая классная идея теперь все пользуетесь пока только скажите мне спасибо то что я вам показал или твоя идея ты хочешь их комиссионализировать все таки каким-то образом сегодня только прорабатывает вопрос мы ведь даже если эту форму легко запатентовать легко вообще сегодня просто я искала как бы хотя найти состав запатентованного изделия чтобы проверить ну как бы не совпало случайно мое с их да вот и там прям вопросы в январе все были типа как запатентовать методическую формулу ответов вот все это я запатентовал ее выделить и посмотреть если она ну это вопрос защиты слушай а если эту формулу реально эту мейкрософту продать сделать обзор продуктов которые есть в этом направлении ну или смежно и просто им предложить допустим в excel сделать встроенный модуль и просто там разовую там по продаче или как-то войти может быть под чью-то услугу делать это красивый сайт следующие идеи есть это сайт простой сайт зашел у него раз а есть благая программа если он понимает что такое зашел быстро два параметра ввел свои если я правильно понимаю все я понял чем не надо понимаешь и тогда если это вот если твоя идея трансформируется в это уже можно думать о том что там за что человек платить деньги заходя и получает для себя вот это вот быстро понимаешь в чем дело до пользования постоянно и так далее если делать параметры типа введите параметр а введите его показатель введите параметр б введите его показатель это головоломка которой никто заниматься не будет это сильно тяжело для осознания там реально надо допоминать сначала перечень клиентов дали тут например если вы домохозяйка хотите посчитать там сколько хотите тратить молока то есть эту кнопочку если вы таксист на ютуб сети то вот прям шаблонные решения надо разработать следующая идея то есть шаблонные решения там уже потом если ты таксист тогда указывай то-то то-то если ты там блондинка который делает дома мыло да и хочет посчитать сколько ее продавать чтобы уже на колечко не продать но для этого надо прям самому реально просто понять что можно посчитать и создать шаблоны уже ну свои идеи и все таки это сайт то есть это сайт за то что можно это то что быстро это то что можно продать ну почему это может быть софтин и запросто скачать